приветствую коллеги огонечки пожалуйста в чат если меня слышно хорошо и видно если все в порядке приветствую вас всех ну что ж рада встрече с вами надеюсь вы будете задавать активно вопросы потому что чем больше вы задаете вопросы тем я понимаю над чем поработать на что акцентировать внимание так что будем активно сейчас с вами работать упражнение для развития концентрации производного внимания у детей дошкольного возраста для чего это что у нас сегодня будет в программе во первых особенности производного внимания вообще что это секреты концентрации упражнений на концентрацию органов восприятия кинозеологические упражнения настольные игры и динамические вот чтобы было понятно что сегодня вас ожидает немножко теории все-таки нужно хотя бы войти в тему для того чтобы настроиться произвольное внимание это то что мы нацеливаемся на это у детей очень хорошо работает интерес они включаются если интересно это не произвольное внимание и в какой-то время момент у них появляется другой интерес и они моментально отключаются а вот чтобы начинать обучаться в школе когда и преодолевать какие-то сложности тут уже нужно волевые усилия нужны чтобы ребенок включился в процесс обучения или вообще дело ничего то вот интерес закончился и он встал и ушел это сейчас особо большая проблема особенно большая проблема даже для детей постарше потому что смотрите тикток там короткие видюшки они очень интересные очень азартные и быстро переключаются они как раз таки и сделаны с таким образом что человек включает и забывает оттуда из тиктока выйти для того чтобы достигнуть в жизни каких-то целей нужны волевые усилия это и есть произвольное внимание вот как происходит непроизвольное внимание обычный интерес стимул другой стимул и отвлечение интерес растаял обесцветился и закончился вижу вас дорогие друзья вы из разных городов вообще это классно когда интернет вот нас собирает всех вместе из разных территорий из разных городов временных поясов мы вместе можем здесь в одном пространстве присутствовать и делать что-нибудь хорошее а вот произвольное внимание смотрите возник интерес мы удерживаем волевые сырыми у нас получается концентрации в результате какой-то результат иначе результаты не может быть возрастные особенности восприятия как человек воспринимает информацию первое это самое полевое самое первое это полевое ребенок родился он еще не так сильно слышит не так сильно видит но он чувствует он чувствует и чувствует нашу любовь наше внимание наша забота это и есть полевое оно будет присутствовать во всей жизни иногда вы входите в какое-то помещение или видите человек он вроде бы хорошо говорит а вам не комфортно да и вот это полевые ощущения вы входите в какое-то помещение вам то ли очень хорошо а в другом вам плохо и вы не понимаете почему а есть такое понятие полевое оно неосязаемое но в последние годы оно проявляется еще сильнее и сильнее и как говорят люди в некоторых сферах что с 21 января эти ощущения будут все больше усиливаться 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 когда мы чувствуем поле а дети тем более чувствуют это поле второе это образные когда дети начинают видеть и мы разговариваем с ними они в голове видят образ который мы передаем это визуальное внимание дальше включается аудиальное слух они образные аудиальное параллельно мы с ним разговариваем если мы говорим ласковым тоном это одно когда мы говорим серьезно так рядом рядом с ребенком другие серьезным тоном разговаривать не самим ребенком ребенок это чувствует ему становится плохо он начинает реветь почему потому что аудиальное восприятие дальше тактильное поэтому дети все время что-то трогают берут даже себя исследует они пальцы в рот кладут я помню как детям надевали рукавицы перчаточки такие чтобы они пальцы в рот не засовывали а теперь оказывается это очень важный навык формируется когда ребенок засует руки в палец у него отодвигается рвотный эффект рефлекс и он может нормально есть разнообразную пищу иначе он это не ест и дальше это влияет также на способность проговаривать буквы так что не одеваем малышам рукавички на пальчики пусть сосут свои пальчики от них не будет на следующий динамическая какая когда они двигаются передвигаются кувыркаются падают вот все это то что с телом связано это тоже восприятие восприятие окружающей среды и только после всего этого когда они накопили некоторый объем вот такой информации они начинают его анализировать поэтому в самом начале у детей нет аналитического мышления она появляется позже вот смотрите у нас два полушария мозга левое правое левое она аналитическое вот вся школьная программа на на аналитическом но чтобы образовалась появилась это аналитическое мышление нам нужно накопить в образном мышлении образная она более объемная структурированная он смотрит общее воспринимает из общего вычленять что-то дальше расширяется он вовне аналитическое оно линейное первое потом второе потом третье четвертое расположенное по времени оно упорядоченное оно мы изучаем что-то микро из этого выходим следующее второе третье четвертое смотрите сейчас когда взрослые люди занимаются хотят там скорочтению заниматься или развивать свое мышление им возвращают к образному мышлению первичное которое было у ребенка почему потому что мы развиваемся спиралеобразно к тому же в школе очень сильное насилие на аналитическое мышление вижу вопрос какой возраст аналитическое мышление смотрите анастасия она начинает развиваться постепенно не сразу где-то с трех лет с трех с половиной начинает ребенок помаленечку анализировать и мы сейчас посмотрим как он это анализирует итак то есть идеальное развитие мозга когда развивается и то и другое но в начале у ребенка первые два-три года у него образное мышление и только потом появляется аналитическое и смотрите что интересно образное мышление она выхватывает сразу моментально одномоментно все аналитическое оно линейное и потому требует времени вот человек посмотрел на что-то взглядом там его зацепило и вот это интерес уже есть аналитическое оно постепенно вот как раз таки для концентрации для аналитического мнения и мышления нужна концентрация особенно есть такие серьезные термины сукцессивный способ и симультантный способ и такие серьезно не обязательно их запоминать а суть как раз то в том что сукцессивно это как раз таки и левополушарное мышление это последовательное восприятие информации шаг за шагом и симультантный способ это одномоментное восприятие информации когда мы схватываем то есть вот у нас два таких серьезных термина которые мы объясняем более простыми словами да левополушарное мышление правополушарное аналитическое и образное игра молчанка например самая простая да перейдем уже к практике по малинку для усиления внимания слухового когда мы молчим смотрите мы даем задание если вы говорите а давайте помолчим дети просто молчат и они по не понимают что делать они в этом молчании не могут оставаться но когда мы говорим а теперь послушайте свое сердечко а теперь послушайте свои ножки смотрите когда мы медитируем что происходит во время медитации мы обращаем внимание на разные части нашего тела и мы можем молчать и там 15 20 30 минут даже целый час и следуя своего свое тело в игре молчанка важно не говорить не говорить но просто ничего не делать пока что мы не можем поэтому мы включаем слушание сердца очень хорошо когда мы прикрываем пальчиками ушки и тогда ребенок начинает слушать себя свое внутреннее ухо там тоже интересные процессы он начинает слушать оказывается у меня там что-то происходит да это познание себя задачи игры молчанки не в том не столько в том чтобы замолчать а чтобы исследовать самого себя поэтому мы слушаем через прикрытые ушки можно дать задание а послушайте звуки вокруг а что вокруг происходит какие звуки слышат они молчат а потом по очереди начинает рассказывать кто что услышал машина проехала птичка спела там соседней комнате дверь открыли она заскрипела и и есть еще наблюдать мы молчим и наблюдаем то есть это эти упражнения тоже концентрирует внимание постепенно по очереди не сразу и мы конечно детьми знаем что это будет постепенно если они смогли 20 секунд усидеть слушая себя это уже хорошо в следующий раз 30 40 скажем если к семи годам смогу две минуты и продержать это супер глазастик но я так назвала вы можете разные названия давать смотрите задача опять же молча смотреть и сосчитать сколько вещей например одного цвета в пространстве то есть они начинают включать и глазные свои глазное восприятие образное восприятие то что они видят ведь что получается образное видение они видят все целиком но концентрация происходит в то время когда что такое концентрация служение когда мы суживаем все окружающих в одну точку в одну цель и тогда наше проникновение туда идет намного быстрее сосчитать сколько вещей одного цвета например в комнате там красные вещи да потом посмотреть в предметах что имеют форму круга ребята изучили круг и они смотрят круглые что это такое пуговица может быть лицо круглые глазные зрачки и круглые это в человеке надежде может быть рисунок там голова или что они начинают изучать и сравнивать треугольник следующее задание не может быть треугольник еще одно задание квадрат прямоугольник и таким образом вы можете задавать такие вопросы можно также например когда будут изучать уже предшкольные этот пара буковки можно их там в разных уголках комнатой расставить и дети пусть находят эти буковки они могут иметь разные формы пусть ищут и находят где еще есть скажем в б б на что она похожи или предметы которые начинаются с буквы б барабан не знаю барашек игрушка да не таким образом они начинают искать концентрации внимания чтобы из окружающего множества вычленить что-то какие фигуры цвета есть на одежде у друга да например давайте посмотрим ребенок может перечислить какие есть а потом мы можем сказать ищем розовые что есть розовый цвет например на одежках они находят ой вот это сама маечка розовая или на детям могут заметить такие тонкости глазик какая-то точка фары на машине скажем на одежке машина и там маленькая такая розовенькая точка фары они это могут заметить если вы мы им сдаем такие акценты таким образом мы учим детей сужать большое пространство на маленькие точки и замечать их следующее это упражнение на киноэстетику обычная пирамида казалось бы мы ее собираем а мы можем предложить завязать глазки когда ребенок это мы делаем только тогда когда ребенок сам соглашается не заставляем потому что глаза позволяют нас контролировать если ребенок не боится закрывать глаза как там и закрываем и пробуем вот эту пирамидку собрать по ощущениям он руками трогает определяет размеры и собирает или расставляет то же самое могут быть там кубики разного размера их большие среднем маленькие они держат и расставляют это могут быть обычные камешки деревяшки распределить вот это деревянные в одну стопку а в другую скажем каменные а третий вещей из ткани какие-то кубики или фигурки все равно что вы сделаете вы можете различные вещи дать детям чтобы они пробовали их сортировать ощущение ощущая по пальцам то есть закрывая глаза и трогая их при этом они могут например взять и камешки друг от друга стучать чтобы проверить это одно и то же или другое если они не определяют по структуре они похожи там деревяшка и камешек где деревяшка где камешек бывает ведь разные бусинки например бусы пластиковые и другие дальше они определяют где круглые где квадратные фигуры тоже закрытыми глазами мы развиваем киноэстетические ощущения также можно очень интересной игрой сделать тоже расставить разные вещи с закрытыми глазами он берет и трогает и говорит какой это формы какого материала материал например деревянные бумажные из ткани или что-то какую форму имеет круглые вытянутую ощутить нам это кажется что легко но у детей во первых развивается образное мышление вот во вторых развивается киноэстетика у нас сенсорика и плюс проговорить эти названия описать предмет трогая его он тяжелый холодный в нем есть дырка она круглого цвета да если скажем вот этот какой-то материал может может быть деревом он может даже сказать это пластиковый объяснить а почему ты почувствуешь что вот это такое и таким образом мы развиваем ощущение киноэстетики следующие блока которыми расскажу кинозеологические упражнения друзья в знакомые с кинозеологии образовательные огонечки поставьте если знакомы я очень люблю эти упражнения потому что они на самом деле очень сильно нам помогают что такое кинозеология по сути это наука о движении включая биомеханику все наше тело то что мы двигаемся образовательные кинозеологии это наука оба о развитии мышления с помощью физических действий то есть для того чтобы развивать мозг не обязательно брать книжку читать иногда побегать попрыгать больше подвигаться больше помогает в развитии мозговых центров дети как раз таки развивается через движение не через сидение на попе ровно на том что они двигаются вижу несколько плюсиков но их немного нас да гораздо больше слушателей да больше ста двадцати сто третий слушателей с кинозеологии знакомы намного меньше ну что ж тогда вам будет полезно узнать что это такое я покажу несколько упражнений есть определенные правила применения кинозеологических упражнений мы их не называем упражнений мы называем детям игры потому что упражнение это что-то серьезное помощь идет в то время когда дети включаются в игровое состояние у них эмоциональные состояния довольно развитые при этом заинтересованные мы включаем непроизвольное внимание в любом случае чтобы сделать внимание произвольным то есть волевым его надо зацепить непроизвольным то есть интересом мы включаем интересом поэтому называем игра важно чтобы движение выполнялись точно и четко все упражнения очень простые можно использовать между играми где-то переходе с одного вида деятельности на другое полезный коэффициент появляется когда мы делаем это ежедневно а не раз в неделю и вот занятие должно быть оформлено в виде игры тогда они включаются в игровую продолжительные занятия от 5 до 20 минут на 5 минут это ерунда они прямо сделали и хорошо даже это хорошо то есть в течение дня мы можем эти 20 минут разделись на несколько пятиминутных блоков а можем и сразу сделать одно упражнение занимает не более двух минут внутри комплекса упражнений можно как угодно менять местами то есть я сейчас покажу несколько вы можете комплексы из них сделать и все упражнения нужно выполнять вместе с детьми то есть вы выполняете им показываете они делают и постепенно можно увеличить усложнять увеличивая время и сложность вот такие правила идем дальше кинезиологические упражнения кинезиологические упражнения четырех групп они в четыре вида есть распределены авторами полом и гейл денисонами разделены на четыре блока первое формирование произвольности как раз таки концентрации внимания когда мы волю развиваем упражнения повышающие энергию тела которые обеспечивают необходимую скорость и интенсивность когда мы двигаемся нервные импульсы проходят через наши клетки тела в головной мозг растягивающие упражнения когда растягиваемся у нас суставы растягивается улучшается кровообращение то же самое вот сигнальная рефлекторная система начинает лучше работать сигналы доходят до мозга и возвращаются и упражнения упражнения повышающие позитивное отношение оказываетесь просто точки которые мы включаем у нас позитивное мышление включается даже если грустно мы эти точки нажимаем вот одно упражнение это перекрестный шаг смотрите что мы делаем левый локоть и правое колено и дальше меняемся и что получается у нас активизируется оба полушария мозга левое и правое а когда они активизируются что получается мозжечок который их связывает перешеит их гармонизирует и они начинают вместе работать помните мы говорили образное аналитическое мышление наибольшим результатом мы достигаем когда они в гармонии работают не в перекосе один на другой а переход одной информации на другой полушарии это настолько мощный инструмент что даже в психологии есть такой такой принцип исцеления травм это дпдг это десенсибилизация то есть удаление чувственной травмы с помощью глазного двигания двигания глазов то есть человек входит в такое травматичное состояние и двигает глазами влево вправо несколько раз перекидывая происходит перекидывание информации этой слева вправо левое полушарие и проходит ускоренная обработка мозг наш устроен так что он из всего хочет вынести самое положительное он обрабатывается и у человека травмой исцеляется даже приходит новое осознание мышления то есть переход с правого на левое полушарие это имеет не просто развивающие но даже исцеляющие воздействия так что не пренебрегайте этим упражнением делайте можно сделать например ладони а пятку назад вперед и назад то есть можно и так и так сделать с другой стороны когда мы делаем это упражнение что происходит у нас растягивается позвоночник эти раскручивания помогает чтобы и энергообмен и кровеносные сосуды и суставы были более гибкими и работали хорошо после этого всегда поднимается настроение вы замечали да когда прыгаете улучшается вот это упражнение делают для развития навыка чтения перед чтением но не обязательно кнопки мозга просто включают мозг что мы делаем руку ставим сюда на животик и начинаем вот это в область пупка и здесь начинаем крутить вот в этой части крутим а потом можно поменять но сколько мы делаем это минуту в одну сторону минуту в другую сторону вот вам две минуты даже меньше можно начинать скажем третий секунд туда третий секунд сюда сделать какое-то еще движение и опять вернуться включаем кнопки мозга даже есть такая вещь если в теле где-то болит что делает ставит руку сюда на лоб и вторую руку на грудь и просто дышит представляет как энергии циркулируют оттуда сюда то же самое когда мы вот эти точки делаем можно сказать теперь представьте что между двумя вашими руками руками проходит энергетический импульс магнете магнетической действий если дети так друзья мои светлана медленно пишет что звук пропал у вас есть звук если есть ставьте огонечки есть звук все нормально пожалуйста напишите чтобы она перезошла и тогда у нее звук восстановится благодарю так вот кнопки мозга работает и при этом мы можем еще и смотреть есть вертикальные движения мы можем сделать еще и горизонтальное глазами вдоль влево вправо можем прямо сделать а можем еще и бабочку какую-то нарисовать меняем таким образом успокаиваться успокаивается буйный мозг идет концентрация внимание и наш мозг настраивается на работу все с этим упражнением идем дальше так он не хочет меняться здесь попробуем интересно вот перескочил то не двигалась сразу несколько перескочила сейчас вернемся сюда вот сюда бабочка и прослеживание смотрите когда мы делаем то же самое кнопки мозга мы можем глазами рисовать в воздухе бабочку или на носик представим что на носике у нас кисточкой этой кисточкой вот мы так рисуем в воздухе бабочку тоже идет и концентрируется мозг и шея расслаблена она должна быть расслаблена чтобы двигаться иначе не будет так спокойно двигаться и вот здесь представлена книга гимнастика мозга книга для учителей и родителей вот все эти упражнения которые я показываю они есть в этом сборнике если что можете приобрести потому что я все там двадцать шесть или двадцать восемь упражнений я не все показываю здесь я несколько из них наиболее мои любимые которые я сама использую вращение шеи поскольку еще и преподаю вокал вот это упражнение я очень люблю причем не в круговую а только вот так легко перекатывание шеи слева направо справа налево мы расслабляем мышцы и спокойно таким образом приводим в гармоничное состояние себя но помогает при чтении чтобы расслабилась при говорении да и ребенок говорит у него зажатые мышцы он не может говорить а перекаты сделали все и освободилась и можете сами использовать если вы видите что вам сложно говорить голос устал просто расслабьте просто вот голову так вот сбросили и легонечко как на качелях вот расслабленно перекатываемся да можете назвать свои названия там кукла кукла марионетка или не знаю как но ребенку название должны быть понятны слон упражнения слон тоже очень интересные руками мы строим восьмерки пишем да но при этом колени чуть-чуть согнуты и рука вытянута таким образом что у нас двигается все туловище туловище от талии от бедер да то есть мы не вот так так делаем а всем телом пишем вот эти восьмерки сначала одним плечом потом другим плечом ну называется слон да уши у слона такие в воздухе большие большие и называется ленивая смерка почему ленивые потому что лежит иначе она бы стояла от лени она взяла и легла вот здесь подробное описание вы можете сами почитать и сделать я не буду останавливаться крюки и сцепление самое интересное полугель денисные эти упражнения дали для детей чтобы дети делали а вот это очень любят делать люди пожилые чтобы восстановить мозговое кровообращение чтобы у них восстанавливалась память и всякие эти старческие проблемы их не цепляли смотрите что делать скрещены щиколотки руки вытягиваем вперед вот таким образом переворачиваем и получаем вот такой формы ставим на уровне груди язык прикладываем к небу глаза вверх и так дышим несколько секунд 40-50 потом когда заканчивается руки опускаем создаем такой формы верхние пальцы на уровень пупка а внизу получается уже ниже и тоже держим так просто слушаем наше тело вот эти кинезиологические упражнения они очень любят когда мы начинаем слушать свое тело себя может быть по-моему из медицин упражнения это йога и цигун может йога и цигун тоже используют эти упражнения потому что смотрите европейцы очень много последние времена взяли из восточной из восточных традиций попробовали на себе может чуть-чуть переначали добавили что-то вот это есть может быть факт то что упражнения на самом деле помогают и люди используют сова тоже очень хороша для того чтобы голос у нас хорошо работал и ушки слушали дети иногда слушают и не слышат мы им говорим а все проходит мимо тогда мы что делаем улучшаем кровообращение головы чтобы до ушек информация доходила что делаем кстати это упражнение например перед тем как сделать вы можете сейчас просто голову повернуть и посмотреть куда поворачивается и посмотреть что происходит с вами после упражнения да вот протестируйте насколько поворачивается ваша голова дальше ставим руку сюда и отсюда пошли в другую сторону и очень хорошо если мы это сделаем звуком ух ух а еще лучше когда мы делаем глаза у совы выпячиваем глаза вот такие большие ух вы замечаете что усиливается вот в этой части кровообращение и шее ух 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 чуть-чуть здесь помассировать прямо самую малость помассировали и дальше проверяем и мы замечаем что у нас шея теперь идет намного дальше чуть-чуть дальше если побольше сделаем то постепенно что говорит о том что снимается уходит сжатие мышц напряжение и улучшается кровообращение суставы легче работает и это помогает еще и включить слух когда мы глаза увеличиваем да вот ну насколько это возможно делаем глаза у усовые вот этим упражнением около трех тысяч лет ну прекрасно прекрасно если им три тысячи лет значит они великолепно работают Игорь Волков ну что вот такие упражнения смотрите а дальше мы уже после того как мы получили информацию накопили мы научились чуть-чуть концентрировать внимание постепенно увеличивая с помощью кинозеологических упражнений мы переходим к другому аналитическому мышлению оно действует посредством двух процессов творческий и формальный в начале он анализирует формальный анализирует синтезирует распознает мы говорим название кстати название ой у меня попалось то же самое вот 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 не то написала извините сейчас я скажу не важно что написала творческий ищет новую информацию новые знания и анализе и с ней с помощью их делает что-то новое создает он компонует например дети очень любят брать эти треугольники какие-то треугольники квадратики из них выстраивать целые пирамиды эти пазлы это творческое когда они собирают из кусочков делают нечто новое формально это анализ синтез делает выводы и закрепляет в сознании то есть вот это треугольник если три стороны треугла вот острый угол то есть это треугольник они распознают и получают название очень важна такая вещь как название благодаря названиям вещи закрепляются в нашем сознании даже когда мы исследуем эмоции казалось вещи неосезаемые они становятся понятными и осязаемыми когда мы их называем но ребенок грустит говорим тебе грустно он говорит да мне грустно он начинает понимать потому что слово грусть он слышал в отношении чего-то но не понимает что это а когда с ним происходит и мы говорим тебе грустно и тогда человек ребенок начинает понимать а вот грустно значит вот это идет осознавание и он таким образом накапливает информацию и после этого начинает им оперировать, он понимает, что происходит. Он может собрать треугольники в одну стопку, квадратики в другую, кружочки в другую. Это формальный. А когда он начинает их перемешивать, создавать что-то новое, то получается творческий процесс. Если формальный, это левополушарное мышление, действие, то творческий уже правополушарное, когда он объемно смотрит на ситуацию и его трансформирует по своему усмотрению. Ну что ж, начнем с чего начинается формальная сортировки. Мы берем разные вещи и сортируем. Мы можем сказать, давайте подберем все вещи по размеру. большие кружочки в одну стопку, маленькие кружочки в другую сторону. По цвету все красные в одну, это синий в другую, желтый в третью. Мы уже сделали три стопки и они начинали три коробочки, можно и туда поставить. А теперь посчитаем по количеству, чего у нас больше. Смотрите, очень интересные вещи. Здесь дети уже могут заметить интересные вещи. По количеству, например, желтых кружочков может быть больше, но они меньше, чем прямоугольники. И мы начинаем сравнивать. Смотрите, оказывается, маленькие вещи, по количеству их может быть больше. Дети, то, что нам, само собой, разумеется, детям важно это произносить, поговорить. И они начинают обращаясь на эти вещи, что большим нужно больше пространства, маленьким меньше пространства. И количество тоже может отличаться. По структуре, по времени, по времени, например, может быть разные вещи. Одно упражнение требует больше времени, одна игра, другая игра, поменьше времени. Произношение, например, гласных, если они ноты, музыку какую-нибудь поют, пропевают, то они могут отличить длинные и быстрые ноты. Они просто берут и хлопают то, что поют. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга. А по времени длительнее. Какое самое длительное слово, самое долгое слово или могут по времени? А самые короткие какие? И начинается тоже развитие ритмического слуха что кстати очень сильно помогает при изучении иностранных языков и для развития произношения дикции логопедом тоже очень полезно это использовать следующая игра это сортировка по форме величине и цвету ну да мы там тоже делали здесь можно из этих фигурок смотрите как и разные фигуры сейчас можно вставлять в эти дырки когда ребенок вставляет эти кружочки цветочек то он тоже происходит аналитическое мышление он начинает понимать что и как делать если мы все это разводим а дети очень любят это все разобрать и выстроить нечто другое из этого получается творческое мышление а как мы делаем это мы можем например перед занятием когда они уже знакомы выставить эти вещи и оставить им самостоятельно ничего не говорить вот вам эта игрушка поизучите пока я сейчас занята скоро подойду дети включается у них творческое мышление они с этим обязательно что-то должны делать и начинают это делать то же самочка с палочками кюзенера они берут и начинают с ними делать строить какие-то фигурки выстраивать человечков не знаю чего заборчики дома машинки все что интересно и здесь включается как раз таки то творческое мышление и у них идет концентрация внимания смотрите когда ребенок автоматически берет и выкладывает это одна история когда он понимает что это четырехугольники это трехугольники а это кружочки он знает название и он вместе с этим с осознанием этих фигур начинает их перерабатывать выстраивать у него в голове выстраиваются совершенно другие более глубокие функции он не просто взял на глаз соотнес он с пониманием соотнес их почему потому что название это логическое мышление то что они в пространстве расставляют это уже образное мышление и когда мы логическое аналитическое логическое она же аналитическое мышление с творческим скрещиваем то получается более осознанные вещи вот такие например дизайнеры есть дизайнеры которые самоучки они там сайты картинки делают делают на полной интуиции есть художники которые изучили закономерности особенности соотношения цвета да они их чувствуют но еще и они уже предугадывают что с чем может быть что с чем можно соотнести они уже на совершенно на другом уровне выстраивают все эти вещи так что вот такая интересная вещь шнуровка то есть тоже требует сноровки здесь уже с включается еще и двигательные динамические какие-то моменты да не просто расставляет а попасть в точку вывести требует большой концентрации внимания еще и например собрать их по пример вот как здесь на бумажках написано в этой очередности в этом порядке где соответствует и цвет и формы и фигура это уже тоже требует такое внимание включенности ребенка и творческое преображение когда он из всех имеющихся отсортированных их перемешивает и создает нечто свое как вот это рыбонька из различных камешков был создан рисунок да и динамические игры вы смотрите какие динамические игры это одно из них веселые старты дети бегают веселые старты смотрите что есть во первых нужно запомнить поочередность действия дальше ребенок стоит и наблюдает когда придет его член его команды чтобы хлопнуть руку и пойти дальше это же внимание да но уже телом включается иногда когда дети не могут над книгой включать внимание они легко веселых стартах тренируются там они им легче а некоторые дети наоборотом стоят и тормозят то есть постепенно делая вот такие вещи они привыкают к этому и когда у ребенка не получается в начале он тормозит не надо расстраиваться надо знать что постепенно у него тоже получится и дальше вы будете радоваться его развитию как у ребенка этого получается следующее упражнение это построение можно сказать так давайте-ка построимся по росту и дать им самостоятельно это сделать очень хорошо если на одной стене зеркало и они перед зеркалом сами видят кто взрослые кто поменьше кстати здесь очень быстро выявляются детям с явными задатками лидера задатками лидера который сразу упадет начнет выстраивать всех неважно правильно выстраивать него неправильно но это лидер то есть вы можете здесь уже заметить лидеров можно разделить мальчики в одну сторону девочки в другую сторону по первой букве имени до первой буква все на а они антоши андрей ки все в одну сторону а скажем остальные в другие сторону у други и вот по первой букве имени по цвету одежды у кого на одежде есть синий цвет прибежали сюда они замечают а у меня синий и он прибежал и он начинает вам показывать вот эту пуговку вот у меня пуговка синие на всем костюме, или вот маленькая штучка есть, и потом возвращается обратно на место. Вы опять говорите, у кого на одежде есть розовый цвет, и они прибегают, и постепенно это тоже внимание, они и двигаются, и тело включается во все это. Еще одно упражнение, это пройтись змейкой между препятствиями, там поставили булаву или какие-то, и они проходятся, или же предложить поменяться местами тем, да, конечно, Екатерина, то же самое, то есть они начинают переходить из одной категории в другую по какому-то принципу. Важно заметить, заметить эту фигуру, цвет, букву, зафиксировать и понять, что ему с этим делать, куда пойти, в какую группу, в эту группу или в другую группу. Зеркало, упражнение, зеркало тоже интересно, они попарно стоят, один ведущий, а другое зеркало, один руку поднимает, второй за ним, другой показывает вот так, и они вертикально то, что делают, чистят зубы там, пуговки застегивает воображаемые, и тот, кто впереди стоит, повторяет то же самое. Потом они меняются местами, зеркало становится ведущим, второй ребеночек становится зеркалом, и они вместе начинают вот это делать. Очень интересное такое упражнение. Можно попарно еще другое использовать, уже с детками постарше, когда один прикрывает глазки, а другой берет за руку и ведет его, а этот полагается. Здесь больше, конечно, на доверие для другого ведущего, на ответственность, куда вам повезет человека и как они пойдут. Игра бояре, движение, признаки категории. Ну, я не знаю, что за игра бояре, но может быть что-то такое, где есть такие элементы. Во многих играх есть эти элементы, они имеют совершенно разные названия. Вы можете выбрать, какое хотите, дорогие мои друзья. И выводы сегодняшние. Во-первых, концентрация внимания развивается гармонично с помощью и телесных, и умственных упражнений, да, телесные. Вот эти были динамические упражнения и кинезиология. И еще умственные, когда мы включали зрение, органы восприятия, слух, думали, анализировали, сортировали по признакам, качеству, цвета, размера, веса, по названию, по буквам названий, да. И при этом всем нам помогает эмоциональное состояние, когда ребенок включается в состояние игры, у него высокое эмоциональное состояние, и он больше заряжен, и мы не торопимся детям, говорит, пора ему научиться, что он это должен, обязан и так далее. Вот должен, обязан, это нужно, это уже позже. Ребенок сам поймет, сам придет к этому. А пока важно, чтобы он полюбил жизнь, полюбил эти действия, полюбил эти выборы. Ну что ж, друзья мои, я на этом завершаю. Если у вас есть вопросы, пишите в чат. Если у вас еще остались какие-то вопросы, вы хотите там больше, подробнее узнать, здесь ссылка на мою группу в телеграм-канале и в ВК. Можете заполняться, пополняться туда, приходить, писать, проситься в друзья и задавать вопросы, если что-то у вас возникло, остались за рамками сегодняшнего вебинара. Так. Благодарю, друзья мои. Спасибо. Ваши комментарии, отклики очень меня вдохновляют. Спасибо вам. И вам большое спасибо. Ну что ж, надеюсь, было полезно. На этом я прощаюсь с вами, ухожу. А сейчас Татьяна Викторовна вам расскажет, как получить сертификаты, ответит на все остальные ваши вопросы технического плана. До свидания, до новых встреч, друзья мои. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok